Доброе утро! У нас за бортом хлещет, что называется, а у нас тепло. Да, в нашей студии тепло, позитивно. Мы уже успели с Игорем Негодяевым проснуться и даже немножко похохотать. 14 октября сегодня уже, ну, хотелось сказать, не такая уж красивая, да, то, что половина месяца, но красивая. Красивая, да. И утро этой среды, по хорошей, доброй традиции, мы готовы провести вместе с вами. У нас много интересных новостей и вообще поводов для встреч, беседы, поэтому... Поводов всегда много. Да, поводов много. Я даже чувствую такой сегодня в осеннем луке, как это сказать. И я сижу в рубашечке. Нет, потому что утром вышел, думаю, ну, доброе утро. Осень наступила. Да, все по погоде, все хорошо. Ну что, переходим к хорошим, добрым новостям. Ой, вот сегодня прям вот без сомнений, то есть, знаешь, бывает скажет хорошие новости, потом думаешь... А хорошая Ляна? А вот хорошие новости. Давай. Хотя сейчас тоже, я усомнюсь с ней. Пожилая фитоняшка из Челябинска открыла фитнес-клуб. Классно? Ну, а что плохого-то? Ну, я сейчас тебе скажу. У нас есть видеоматериал, сейчас мы его увидим. Вот, как она ведет занятия. О, молодец какая. Между прочим, да. Из Челябинска. Надежда Медведева. Это вот она, да, я так понимаю, или это ее клиентка? Нет, это не она, она же там, и ты ее увидишь, она... Ты ее увидишь сразу. Ни с кем не спутаешь, да? Она хитая няшка. Ага. Вот она, бежит, моя хорошая. 73-й день рождения встретила, решила... Красотка какая. Думает, почему бы не открыть фитнес-клуб. Смотри, какая у нее коса длинная. Но она, надо сказать, всю жизнь этим занималась. То есть не так, что она еще 73 года проснулась, думает, а, подкачаю попу и давай заниматься. У нее в ее доме освободилось помещение. Она всегда имела какую-то предпринимательскую жилку, в общем, его арендовала, собрала своих подруг изначально, да. Она говорит, что надо бодриться, чтобы раньше времени начать не киснуть. А почему я усомнился в хорошей или нехорошей новости в том, что вот этот прошел проект на Первом канале с пожилыми людьми, сейчас повысит опять пенсионный возраст. Вот о чем я подумал. А, я думала... Скажут, ничего себе, они все бодрые. Ты говорила, знаешь, про то, что, если что, под боком должна быть стоять скорая. Ну, они все-таки в возрасте. Нет, в этом плане не переживаю. Конечно, нужно аккуратно, но если с умом... Я так понимаю, учитывая, что она сама в возрасте, то она сочетает нагрузки таким образом, чтобы всем было хорошо. А еще скажу, одна женщина тоже, она там сколько ей было, ну 60 лет на пробежке, она говорит, что вышла на пробежку, и ей пришли две женщины с этими, с бадиками, с костыльками. Она мимо них пробежала, ей говорят, бегать вообще-то вредно. Они просто позавидовали. Так что движение – это жизнь. Моя новость, как часто бывает, животного настроения. Такого, скорее даже, это не животные, это насекомые. Ох, да. Как сейчас я скажу, даже ученые, энтомологи. Кто, кстати, такие энтомологи? Ученые, которые изучают бабочек. Они объявили интересный проект, причем барнаульские и московские энтомологи. Проект звучит так. Новые имена для нового вида бабочек. Итак, открыли порядка 20 новых видов бабочек, в частности, часть из них в Америке, и дают им названия и имена в честь художников и русских литераторов. Так вот, какие бабочки есть, с какими именами они летают? Бабочка Левитана, Воснецова, Шишкина, бабочка, естественно, Пушкина, Ахматова, Некрасов. Смотри, представляешь, так, о, Некрасов полетел, Ахматова, вон, смотри. А называют их по всему миру? Да, то есть ученые их открывают и собирают от людей пожелания, как можно назвать бабочек. Есть именно художников русских. Название, понятно, пишут на латыни. Да, на латыни. Ну, я думаю, просто как минимум англоговорящие. Левитана. Шишкин, Левитана, ну, как-то... Главное, чтобы у нас красиво звучало. Нет, у нас точно будет красиво звучать. Вот такие бабочки теперь летают по всему миру. А как понять? Что? А, про цветки крыльев, да? Да, но это же кантомологам. Ты у меня спрашиваешь. Я почему-то подумал, что они называют какую-то конкретную бабочку, и ей на крыльях можно гравировку сделать. Какая пусница покажу, и эту, как она еще, красивая такая. Вот и все показала, спасибо. В Японии японец вызвал полицию на автомат с игрушками. За что? Он очень хотел выиграть игрушку. Вот это, знаешь, автомат, который едет, так вот еще больше мил. Чинь. Это вот, ну, прости, лохот. 200 раз он кинул монету туда, ничего не выиграл, вызвал полицию, сказал, что автомат неисправен. И чтобы это проверить, вместе с полицейскими еще 300 раз они кинули монету. И на 300, ну, получается, в итоге уже на 500 раз... То есть он и полицейских подсадил, да? И полицейские такие, ложный вызов, с вас еще, знаешь. В общем, на 500 раз это говорит о чем? Не сдавайтесь. А я думаю, что это говорит о том, что это все равно обман. Обман, согласен. Потому что там эти вот эти клешни, они сами очень расслаблены, и они выпускают нарочно эту игрушку. Вот, кстати говоря, по поводу японцев, в Перу после длительного перерыва, связанного, понятно, с карантином, как раз-таки японец застрял, он прилетел в Перу еще в марте, бедный, да, на Мачу-Пикчу посмотреть. На Мачу-Пикчу он посмотрел только вот совсем недавно, когда сняли все ограничения. Представляешь, с марта сидел он в Перу. Подожди, а что его страна его не забирает? Ну, его вот зовут Такаяма. Получается, что он выбрал неудачное время для путешествия. То есть он в марте прилетел в Перу, в стране объявили карантин, и в связи с пандемией ограничили все рейсы, авиасообщения. Нет, это я понимаю, но просто, во-первых, он нашел время лететь, во-вторых, страны же своих граждан вывозили. Или только Россия? Только, видимо, Россия. Вот такая Яма сидела. Россия тоже не все, конечно, вывозила. Зато он увидел, наконец, Мачу-Пикчу вот сейчас. Насмотрелся на всю оставшуюся жизнь. На свою Мачу-Пикчу, значит. Полиция Калининграда ищет владельца барсетки, содержимое которой оценивается в 300 тысяч рублей. Нашли ее на улице 9 апреля. Вот. Хозяин, обратитесь в ОМВД Ленинградского района. Я просто что хотел сейчас сказать? Ты думаешь, его и найдут, барсетку? Ну, слушай, а почему он не объявляет? А может, с ним что-то случилось? Не знаю, у тебя какой-то криминал. Нет, а может быть, сейчас кто-то объявится, придет, скажет, что там было не 300, а 500. Где? Миллион. А я только хотел сказать, что какие честные. В общем, владелец 300 тысяч. Вы не раскидываетесь, пожалуйста. А может быть, знаешь, у человека просто очень большая наличность. А я думал, очень много денег. И он ходит и по городу разбрасывает барсетки. Нет, а может, просто человек не замерил. 300 тысяч плюс. Он, знаешь, просто деньги пересылает, 300 тысяч. Ну, наверное, в магазин сходил. А может, это новый вид Деда Мороз. Подбрасывает по районам барсетки. Ну, рано еще, еще до Нового года полтора месяца. Ну, можно заранее. Совсем недавно был юбилей у такой знаменитой всеми социальной сети, как «Контакт». Так вот, я к чему говорю. Пользователи «Контакте», вот в день юбилея «Контакту» было 14 лет, да, 14 лет, пожертвовали 15 миллионов рублей на благотворительность. Владельцы «Контакт». Нет, Ник, а пользователи «Контакта». Были же сборы, именно посвященные юбилею. А меня не предупреждали. 15 миллионов. А ты что, собрался 15 миллионов пожертвовать? Нет, ну, я даже 15 миллионов, это такое, в складчину, они что-то оповестили. Так что юбилей такой древний, уже получается, 14 лет, представляешь, по чувству, называется себя стареньким 14 лет «Контакту». Это получается, что я буквально в первый год зарегистрировался. В общем, я к чему, как бы ни ругали все социальные сети, даже через них можно заниматься добрыми делами. Ты знаешь, это то же самое, как все хорошо в меру. Можно и чем, апельсинами объесться, и вот как у меня было обсыпь, это я хотел повысить себе иммунитет. Да я не знала, не видела. И что, ты съел сетку апельсинов? Нет, я напился витамина С. А, переизбыток, между прочим. Кстати, презентация нового айфона прошла совсем недавно. Думаю, многие ее видели. Вышел, наконец-то, айфончик мини, он будет похож на пятерку с такими же гранями, но начинка, конечно, современная. Хотя все уже привыкли к таким большим лопатам, что особо-то как-то... Не очень удобно. Вот у меня, к примеру, вообще пальчики короткие и мини удобно. Вот. Давай, покажи. Уже размером с планшет. Ну вот уже все. Некоторые телефоны есть. Ну, на самом деле, еще одна у меня есть новость. Но. Провели исследование. Оказывается, двоечников и отличников можно узнать по их постам в тех же самых социальных сетях. Каким образом проводили исследование? Смотрели то, насколько грамотно... Называется капитан очевидность, да? Насколько грамотно оформлены посты. Наличие знаков припинания. А, ты про текст, что ли? Да, текст, конечно. Я думал, что они этот, как его... Фотографии тоже оценивали. Что, необработанные фотографии, если выкладывали? Нет, имеется в виду их, скажем так, способность к тому, чтобы грамотно сформулировать мысль, высказать, подобрать фотографию нужную. Но, на самом деле, комментарии к этой новости, знаешь, такие из серии, какие очевидные вещи вы тут публикуете. Ну, это даже очевидные, очевидные. Для этого есть стандарты. Красивые, некрасивые фотографии. Грамотный, неграмотный текст. Хотя, может быть, как раз двоечники выкладывают красивые. Вот как тут определишь тоже. В общем, смотрите свои соцсети. Мы объявляем тему сегодняшнего эфира. Сегодня у нас, значит, Всемирный день стандартов. День накопления жизненных сил. День рождения Винни-Пуха. Куда без этого? Так что звоните, рассказывайте ваши интересные новости. Не, ну, может быть, у кого-то коллекция Винни-Пухов, между прочим. Коллекция Винни-Пухов. Или у вас есть интересные стандарты. В общем, у нас есть призы для вас. Это пригласительный в театр на оперетту Кальмания. Красивый такой пригласительный у тебя. Два... Сейчас скажу, какого числа. Нет, не скажу. Не скажешь. В общем, вот эти выходные. И вот на следующих выходных на дверь проционную вы можете сходить в музыкальный театр на оперетту Кальмания. И следующий пригласительный во Фридландские ворота. Очень красивый. Действует до конца этого года. До 31 декабря 2020 года. На два лица можно посетить музей. Ознакомиться с его интересными экспонатами. Вообще-то много чего нового всегда открывается. Поэтому музей совершенствуется. Ихали-то реставрируется. Реставрируется. Да, там красиво. 35, 99, 31. Мы ждем ваши звонки. Но пока что вы просыпаетесь. Мы переключимся на золотую коллекцию. ПОДПИШИСЬ! 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну ладно. Такой трек я слышал, а вот исполнителей таких я еще не видел. Видишь как? А золотая коллекция ты первый раз видишь. Просвещаем на руку. В общем, не забывайте нам, звони 3599-31. Вас ждут пригласительные в театр и музей. В общем, такие культурные пригласительные, я хотела бы сказать. Сегодня действительно небо буквально разверзлась и льет, как и... Ну, ты знаешь, уже положено, уже хватит, сколько мы под солнышком нежились. Ну, я думаю, что все равно еще впереди золотая осень, у нас остался кусочек хорошей погоды. Поэтому давайте посмотрим прогноз погоды на сегодня. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Улица нашего славного города, пересечение Горького-Черняховского, центр города. Так все красиво, черно-белое. Пробок нет, но активное, кстати, движение. 9 апреля Фрунзе тоже. Смотри, все проснулись, много достаточно автомобилей. Я вижу, наверное, на светофоре стоят машины, но не такой уж. Ну, это не пробка. Ох ты, красивый, да. Красивый, да. Вроде как свободный. Красивый засвечивает. Я вижу, что там стоят машины фармисты. Эстакадный мост. Есть небольшое скопление на как раз-таки въезд в сторону центра города. Большое, видимо, решили сегодня не ехать никуда. Московский проспект. Как никогда ясно. Кстати, да, и движение есть автомобилей, но пробки пока нет. А вот на Литовском, мне кажется, немножко подсобрались там. Гостиница Калининград. Свободное движение. Ага, небольшой у нас затор. Опять капли в мониторе. Нижний пруд. ЗАГС. Открытое движение. Посмотри, как красиво все заплывало дождем. Он только, однако, голубь крылом пытается спать, нет? Помахать, он намашет крылом. О, зеленоград. Шторм. Аж камера трясется. Красиво как. Бушует стихия. А не только даже у берега. Причем сам сексторен. Смотри. Смотри, как камера трясет. Аж страшно стало, чтобы камера не улетела. А мне захотелось прям встать на променаде вот так. Ты тоже любишь море во время шторма? Ну, ты знаешь, я во время шторма не попадал, видимо, поэтому я, наверное, люблю... Как я родилась здесь и всю жизнь живу, я попадала, причем я так люблю, потому что нет вот этих разбросанных тел по пляжу. Ну, в том плане, что нет толпотворения, а есть стихия и есть ты. А вот следующая стихия. Сегодняшний именинник, красивый мужчина, Денджамин Джон Уишоу. Между прочим, ну, все наверняка его узнали по роли в фильме «Парфюмер». До этой роли, которая принесла ему действительно небывалую известность, он больше был популярен как актер театра. Он играл в «Темных началах» в Королевском национальном театре, а также исполнил его главную роль, это Гамлет. Ну, кстати говоря, вот Гамлет, парфюмер, знаешь, вот типаж нежности. Вот его, да, такой. И не сказать, что вот он типичный, красивый киноартист такой, да? Но изюминка в нем некоторая есть. Сегодня ему исполняется 39 лет, кстати говоря. Хорошо выглядит. Или это фотографии такие еще юные, ранние, да. Ну, сейчас ты посмотришь, скажешь, о, человек, это уже 50. В общем, мы его поздравляем. Переходим к следующей имениннице, это Мия Васиковская, следующая такая она мистическая тоже артистка, да, с такой мистической внешностью. Прославилась она вообще-то австралийская, как выяснилось, артистка, актриса. Прославилась она после роли Алисы в «Стране чудес». Ну, конечно. Ты смотрел? Да, я смотрел. Ты тоже смотрел. И затем я смотрел, забыл, что еще я с ней смотрел. Был очень красивый фильм, где она путешествовала с собакой и верблюдом через пустыню. Ух ты! Да. Интересно. Вот вы, наверное, не знали. В общем, посмотрите ее фильмографию, Мия Васиковская. Ну, знаешь, на мой взгляд, она лучшая Алиса в «Стране чудес». Она настолько вот, прям вот Алиса, своеобразие внешности, вообще сыграна прекрасно. Она сама мистическая. Да, и фильм мистический. Сюжет такой необычный. И продолжая мистическую тему, мы переходим к гороскопу. Овны, не делайте резких движений. Правила дня – медленно, но верно. Тельцы, дела подождут, а вот близкие – нет. Правильно расставляйте приоритеты. Близнецы, посвятите день себе. Сегодня окружение отлично справляется и без вашей помощи. Раки. Звезды говорят, что вы нуждаетесь в дисциплине. Составьте список день на день. Львы, не бойтесь отстаивать свою точку зрения. Справедливость на вашей стороне. Девы, будьте смелее. Звезды уверены, что сегодня никто не сможет вам отказать. Весы. Долой рутину. Не бойтесь импровизировать и выходить за рамки расписания. Скорпионы готовы? Скорпионы, сегодня вам полезно уступить инициативу другим и отдохнуть. Стрельцы, ваш девиз – лучше, чем вчера. Не останавливайтесь на достигнутом. Козероги, отпустить ситуацию? Сегодня полное бездействие, эффективнее суеты. В общем, отдыхайте, козероги. Водолеи, ничего не планируйте заранее. Ваш день будет полон сюрпризов. И, наконец, рыбы. Не сомневайтесь в себе. Сегодня вам под силу прыгнуть выше головы. Мистический гороскоп, как всегда. Кто-то отдыхает, а кто-то вперед, на амбразуры, в бой. Да, хорошо бы кому-то отдохнуть, но, знаете, иногда не позволяют дела. Но, чтобы дела любые складывались, чтобы было продуктивно, чтобы на улице не замерзнуть, нужно обязательно очень плотненько позавтракать. У моей подруги Евгения Коровина есть два коронных блюда. Это дунганское, я не знаю уж, почему так называется это блюдо, но это свинина либо говядина в очень томатном соусе с пастой. Либо она также готовит хорошо ризотто. Она готовит ускоренный вариант ризотто, который готовится очень быстро. Я обожаю ризотто, но, если делать все по правилам, ну, конечно, 15-30 минутами не обойдешься. Если делать, допустим, сливочный соус, если там еще протушить немножечко овощей, это все, короче, делать замес, я сегодня приготовлю ризотто по рецепту моей подруги, и нам понадобится рис отварной, ананасы консервированные, куриная грудка, специи и зелень, все, больше ничего. Приготовится все это дело, максимум это 10 минут, я беру с запасом. Потому что рис нужно было вчера отварить, ну, чтобы сегодня с ним быстро можно было работать. А куриная грудка, она готовится, ну, просто в миг. Что там, господи, если ее тоненько порезать, с каждой стороны по минуте-полторы, то она уже готова. Поэтому начинаем. Первым делом, конечно, разберемся с грудкой, потому что она у нас сырает. Я ее нарезаю на такие вот тоненькие пластиночки, толщиной миллиметра полтора-два. Нарезаю хорошо, раскладываю ее на разделочной доске, солю, перчу, запутать хочу. Сковородочка гриль у меня уже раскалена, чуть-чуть туда добавил оливкового масла и выкладываю грудку сюда. Как и говорил, полторы-две минуты с каждой стороны, это максимум. Иначе она будет пересушена, она будет резиновая, есть будет ее невозможно. Перевернули, обжарили, подрумянилась она у нас, такая сочная, красивая. Что делаем дальше? Отставляем ее в сторону, занимаемся рисом. На плиту ставлю маленький сотейник, наливаю туда буквально 100 миллилитров воды, она у меня закипела, и выкладываю туда рис. Для чего нужна вода? Во-первых, чтобы рис, он будет у нас немножечко тушиться, и не пригорел, да, не затягиваем с этим делом, иначе он разварится. Сразу добавляю сюда ананас. Ананас уже был нарезан кубиком консервированный, это очень удобно, и немножечко, пару столовых ложек сока, тоже сюда, не сока, а вот этого сиропа, в котором он был консервированный, тоже добавляю. Ананас дает влагу. Теперь беру куриную грудку, нарезаю ее кубиком примерно таким же, каким у нас порублен ананас. Да, добавляю курицу к рису с ананасами. Про соли и перец тоже не забыли, да, я надеюсь? Все это дело начинаем перемешивать, и огонь делаем чуть поменьше, чтобы ничего не пригорало, и буквально 2, но 3 минуты максимум нужно, чтобы все это дело у нас немножко подошлось. Лучше 2, иначе рис расползется. Так, теперь выкладываем все это дело вот в такую вот прозрачную красивую тарелочку, все это сервируем вот так вот красиво на блюде. Да, добавляю сюда пророщенной зелени, и больше ничего. Во, завтрак готов. Для тех, кто не любит ананас, ну, неужели, не знаю, по каким причинам, его можно заменить персиками консервированными, либо консервированной грушей. Если же вы вообще не любите такие, да, сочетания, чтобы были фрукты вместе с мясом и с рисом, то, пожалуйста, можете добавить стручковую фасоль замороженную, тоже идеально будет сочетаться. Фантазируйте. На этом у меня все. Увидимся на телеканале «Каскад». Пока! Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Вот так вот. И вновь доброе утро всем тем, кто только что проснулся. А у нас в студии не просто гость, а гость веселый, интересный. Так, встречаем, Вера Кровец и Ричи, хозяйка прекрасного енота. Вера, доброе утро! Доброе утро! Наш беспокойный гость рвется буквально рассказать о своей жизни. Вера, как пришла идея завести такого дикого зверя? Ну, на самом деле, он очень ласковый и добрый зверь, но просто сейчас очень много камер. Просто он хочет выступать на публику, на камеру работать. Он просто звезда, и он не понимает, почему я его представляю. На самом деле, завести енота мы давно хотели. Мы влюблены в них безумно. Они очень интересные сами, все животные. Мы познакомились в Тайгане, в Крыму с ними. И, ну, с того времени были влюблены. И в том году, в августе месяце, мы съездили в Хакасию и забрали своего малыша. Насколько мы знаем, Ричи действительно уже буквально суперзвезда Инстаграма. У него много поклонников, подписчиков. Я так понимаю, что вообще жить с таким же зверем достаточно легко или непросто, наоборот? Ну, есть свои сложности, на самом деле. Ну, как сейчас. Да, то есть куда-то ездить на эфир, это сложно. Ой, сейчас у нас Ричи здесь ознакомится со студией. А если в быту дома? А если в быту, он намного спокойнее. Он очень интересный, он спокойный. Чем обычно занимается? Он играет с кошкой, он прыгает, бегает. Да, у нас еще кошка. Он прыгает, бегает, то есть он абсолютно спокойный в быту, полоскается, играется. Все намного интереснее. А кто главный, кошка или Ричи? Ну, я думаю, что кошка считает, что кошка, а Ричи думает, что Ричи. Но никто никого не обижает. Нет, нет, нет. Они дружат, они любят друг друга. У нас кошка такая очень своеобразная, царевая. Да, она шотландка, но она такая очень интересная у нас, мадам. А Ричи год, я так понимаю, да? Полтора года уже, да. Полтора года, да. Полтора года пошел. Как мне, по мне, так кажется, что с таким животным все-таки надо же гулять. Я так понимаю, свежий воздух. Мы гуляем, да, периодически, выходим на озеро. Прямо на улице. Я представляю, что все, наверное, вам не дают пройти, дети трогают. Мы не допускаем сильно, потому что это тот же ребенок, и если вот это внимание, когда люди бегут, конечно, это запрещаем, да. Потому что он пугается, все равно это страшно толпами. Вот, мы стараемся гулять либо рано утром, либо поздно-поздно вечером, когда тихо и спокойно. А можно потрогать, да? Да, сейчас. Если это удастся, я, на самом деле, одно дело контактный зоопарк, а мне всегда хотелось потрогать енота низ. Ой, ты мой хороший. А как вы знаете, я всегда видела много роликов, где, ой, мне кажется, ему я не понравилась, где еноты разносят, там пол скрывают, квартиру, мебель. Ричи занимается такими вот пакостями? Нет, нет, он вообще не пакостный Ричи. Он, на самом деле, он очень добрый, он плюшевый и очень интересный. Ну, слушай, мне кажется, он ругается. Не пакостный, да. Что надо бежать. Просто, да, ему немножко ограничено. Мне кажется, он просто дает интервью, он отвечает на вопросы. Ричи, расскажи нам, чем тебя кормят обычно? Кстати, да, вот чем кормят обычно енота? Вообще мы кормим его собачий корм, обычный собачий корм. Тихо, тихо, тихо. Он все, не ругается. Мне кажется, он недоволен кормом собачьи. Тихо. Мы думали, есть какой-то специальный еноти корм. Ну, все, все, все. Прям тот в мире животных у нас, посмотри. Тихо, тихо. А почему он сейчас себя так ведет? Он просто... Потому что не пускаем его далеко. А, ему нужно, наверное, больше свободы? Да. Он хочет, чтобы его отпустили, и он... Ага, и он пошел. Вот, кстати, в данную минуту Ричи снял с себя швейку и пустился где-то по нашей студии. В общем, Ричи пошел не просто по студии, он пошел знакомиться с телеканалом Каскад, изучать кабинеты. Вот он тут смотрит, где... И стал гораздо спокойнее. В новости, да, ему понравилось, он перестал возмущаться. Ричи знакомится с нашими кабинетами, в общем, и коридором. Вот, кстати, интересно, какие стандартные есть для енотов? Я думаю, что они все стандартных размеров. Но достаточно большие, потому что обычно, если животные такие большие, значит, они про публичек. Я на самом деле вот не интересовалась. Я думаю, что в любом случае Ричи воспитывает соблюдением диеты, и так, чтобы он, как бы, пропорции соответствовали его размеру, возрасту. Я думаю, с животными все сложно, особенно с такими дикими. Ты видишь, как? Вот совсем получается даже и не крошка енот. А очень даже взрослый, более того, самостоятельный енот. Он сам решил, что хватит интервью, пойду я погуляю. Ну, конечно, ему очень интересно. Пошли. Так. Ричи продолжает. Давайте привезем небольшую паузу, и все это короткое время вернемся. Тихо, тихо. Ты что это устроил-то? Тихо, тихо. Самая пауза. Има. Красота. «Мотровь пролю terce полюша» .